Ну а теперь давайте поработаем с градиентом. Я отключил обводку, сделал фон пока белым. Видите, нам придется эту сову и вторую сову делать по отдельности, потому что я хочу, чтобы у нас получался градиентик. Мы сейчас будем работать с градиентами. То есть сейчас белый фон, но мы можем ему сразу задать какой-нибудь такой вот коричневый, светлокоричневый. Вот он сделался так. И теперь подключим градиент. Ну у меня уже тут он, я с ним уже пытался. То есть вот я включил ему нелинейно, можно было линейно включить. Да, давайте я пока сейчас уберу, чтобы было все ясно, все понятно для удобства. То есть градиентом можно пользоваться тоже довольно таки интересно, но меж, конечно, мощнее. Мы возьмем сейчас радиальный пока с вами градиент. И вот сейчас мы видим, что мы можем делать темнее, светлее. Мне надо где-то вот такое сделать. Так, а в середине может быть посветлее. Поэтому я беру плюсик. Вот видите, появился. Нажимаю сюда. Теперь два щелчка. Открывается панель. Можете работать как вот с этими, так и с этим. Но я предпочитаю как бы больше. Так, и возьму вот посветлее сейчас. Также я могу поработать здесь. Вот кликнув на этот и сказать ему светлее будет. Вот. Но я предпочитаю все-таки работать тут. Так, и смотрим. Да, вот такой бы мне вполне устроил. Я могу также включить эту панель и делать их светлее. Вон другую немножечко делать. Насыщенность. Видите, очень удобно. Ну и пока я хочу вот так оставить. Мало того, я всегда могу подключить вот здесь на панели инструментов, где градиент. Да. Я кликаю и появляется такая палочка. Видите. Так. И с этой палочкой мы можем, во-первых, повернуть градиент. Да. И делать его здесь светлее, здесь темнее. Видите, вот я. Делаю сейчас. Увеличить его. Если у нас кружок. Он за пределами круга. Начинает ходить. Прямо за ним этот градиент. Ну мне нужен вот такой. Например. Опа. Если мы кликаем в поле, по привычкам нет. Он сам меняет именно туда, куда нам нужно. Вот. Ну, я пока предпочитую вот такой цвет. Здесь, возможно, чуть посветлее. Вот так. И сейчас я. Вот такой мне вполне градиент нравится. Хорошо. Так, я сейчас это сделал. Надо просто на А нажимать, и все настройки исчезнут. Так. Вот я смотрю. Если она слишком темная, мне кажется, да? Ну, это так пока кажется, но на самом деле ничего подобного. Я могу прозрачности. Сейчас поиграю с прозрачности. Посмотрю. Надо выделить это дело. Так. С прозрачности я могу поиграть. Видите. Могу посветлее делать. Мне даже сейчас это нужно, чтобы видеть, где делать глаза. Так. Хорошо. Теперь мы сделаем еще один слой. И начнем делать глазики. Нам достаточно, в принципе, одного сделать. Так. Делаем большой круг. И меняем ему сейчас настройки. Где градиент? Вот там градиент. Так. Могу я вот отсюда вытащить. Где здесь у меня образцы? Вот у меня образцы, да? Мне надо голубой сюда вытащить. Или синий хотя бы. Вот сюда синий. Этот выброшу. Почелок вниз. Так. Этот тоже выбросил. А сюда поставим голубой. Вот так. Видите? И теперь тоже возьмем палочку нашу, вот вкликнем в инструмент, градиент. И сейчас, секунда, начнем его увеличивать. Чтобы не был такой жесткий. Ну, пока так, так, так. Идет. Так, даже все время я пытаюсь назад кликнуть. Развинем. И подвинем сюда. И раздвинем. Тогда у нас градиент будет мягкий, хороший. Вот это то, что нам нужно. Единственное, этот бирюзовый мне не совсем нравится. Сейчас мы его заменим на более такой белый, светлый. Вот так. Нет, светлый. Светлый, вот так. И этот. Тоже нам более синий. Фиолетовый отсюда надо убрать. Так, отлично. Нет, это мне не нравится. Так, хорошо. Так вот оставим. Чтобы это не происходило, сейчас мы голову закроем. Так, повернем. Смотрим. Так, окей. Ну, примерно пока так оставим. Там видно будет. Во всяком случае, я бы хотел, честно говоря, еще повернуть вот этот. Где у нас поворот-то? Такой капризненький инструмент, я вам скажу. Все равно. Вот так. И развернусь. Пока так оставим. А там ведь добавят. Видите, тут он сразу же влияет. Тоже. Убираем. Мы можем чисто белый сейчас сделать. Посмотрим, что это даст белый. Ну, нет. Это становится таким не очень приятным. Посмотрим. Посмотрим. Хорошо. На этом мы пока остановимся. Сделаем теперь зрачок. Ладно. Так, ну давайте в принципе можем непрозрачность эту убрать. уберем. Вот так и ставим пока. Потом всегда можем поправить. Заблокируем и чтобы она не дергалась. И создадим кружочек. Это будет класс у нас. Вот так. Ну, он помнит, что был градиент. Пытается тоже градиент применить. Но он как бы наоборот нужен. Если уж делать градиенту, наоборот. Вот так перевернуть. А теперь снизу мне нужен белый. Я могу его прямо сюда затянуть. Белый этот выбросить. Так. А сверху мне нужен синий. Допустим, вот этот. Этот я выброшу. И этот я выброшу. Тут у нас получается вот такой. Накад синий некрасивый. Совершенно. то есть вот этот попробовать. Этот выкину. Белый сюда. И применим наш инструмент. Вот этот. поменьше. Не знаю. Может быть попробовать линейный. Мне здесь больше нравится линейный. Вообще-то. Сейчас развернем. вот так. И еще немножко. Вот так. Единственное, что сейчас я с цветами поработаю. Во-первых, белый совсем. Мне тоже не нравится, когда сильно белый. мы сейчас поголубим немножко. Вот так. Так. И этот синий поправим. Вот так. Вот. 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 Вот это то, что мне нужно. Так. И теперь сделаем такую тень вот здесь. ну пока так оставим. Пока так оставим. А градиент сделаем. Вернее контур сделаем так и светло-голубой. Посмотрим, как это будет выглядеть. Вот так. Ну что ж. Ладно. Следующий так мы сделаем с вами другой. Возьмем этот же ctrl c ctrl v и сделаем его поменьше. Вот сюда. Так. сюда он будет смотреть. Ну естественно заменим ему цвета. Во-первых бордюрчик сделаем потемнее. контур. Да. А здесь мы сделаем сейчас нам надо сделать почти черный. Опа, не бордюр. Ребята, не бордюр. Пожалуйста. Пойдем пока отключим. Так. Вот этот я хочу заменить на черный. А этот на синий. Вот на такой допустим. Ну-ка. Кину его сюда. Так. Этот выкину. И вот у нас получается то, что мне нужно. Здесь попробуем сейчас радиальный может быть в этом случае радиальный получится. Так. О. Ну-ня. Останусь я при линейном. Включу линеечку и потащу ее сюда. Развернув. здесь вот этим рычажком можно увеличивать или уменьшать. так. Это пока уберем. Так. Вот здесь сделаем более светло наверное. Сторон осветления. Вот так. Да. А этот вообще зачем нем еще минуту дадим сейчас. так. Надо постараться здесь сделать такую растяжечку. откуда мне тут радиент меняется. Вот так. Так. Сделали такое дело. Ну я не знаю ребят я наверное уберу эти обводки как бы мне не нравятся обводки здесь. Почему это не нравится они мне. Так. Так больше. И возьму теперь возьму белый цвет просто напросто вот так и сделаю такой зрачочек. и подвинем его поближе потому что вот сюда он смотрит на свою совиху. Чувиху. О вспомнил с волки такое. там посмотрим можно больше делать можно меньше вообще это совата у него может и побольше быть зрачок. Так хорошо теперь выделяем это дело так объект сгруппиром и нажав alt делаем еще один глазик. И так у нас совенок уже начинает оживать в этом случае у него есть глазики. Так ну в следующем видео мы сделаем носик ему тут такое посмотрим в какое место тут лучше нам глаза делать и в общем ребята именно так я сейчас буду действовать то есть я буду вырезать вот эти элементы ручки буду вырезать туловище и все подгонять под этот же градиент и в итоге у меня должно получиться вот такой он в итоге дорогие друзья у нас получился вот такой неплохой на мой взгляд совенок и я не хочу бросать вот здесь прямо поэтому сделаем еще одно видео где в более ускоренном виде доделаю совику пару бабочек ну и на том уже кончу видео до следующего видео пока до 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 до